Новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Я, Анна Корольчук, расскажу о культурных событиях Гомеля и, как всегда, познакомлю с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области будет облачно с прояснениями. Прогнозируется дождь, возможно, гроза. Толбики термометров поднимутся до 18 градусов тепла. Ветер южного направления скоростью до 7 метров в секунду. И еще немного о погоде. В Беларуси к выходным станет теплее. Сегодня по стране будет облачно с прояснениями. Днем прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днем будет от 13 до 18 градусов тепла, местами до плюс 20. А в конце недели из-за туч все чаще будет выглядывать солнце. К выходным в середине дня во многих районах страны ожидаются около 20 градусов, местами до 25. Так что ожидаем июньскую погоду. Правда, долгосрочные прогнозы нередко ошибаются. Так что поживем-увидим. Альтер-эго. Выставка под таким названием открылась в музее истории города Гомеля. На ней портфолио топ-модели Катерины Дубицкой. Выставка собрана из 25 работ 5 фотографов, с которыми чаще всего сотрудничала Катерина. На счету участниц у многих проектов уже более 100 показов мод в Беларуси и за ее пределами. Модель представлена в самых разных образах, которые демонстрируют грань ее характера. Фотографы, с которыми работает Катерина, через разные ракурсы и авторские взгляды преподносят миру ее альтер-эго. Выставка организована по итогам одного из конкурсов красоты. А в картины галереи Ващенко можно познакомиться с новым художественным проектом «Время перемен. Включение». Он организован совместно со школой Игоря Ягодкина «Ключ». Новый арт-проект реализуют в формате конкурса, участники которого могут ярче представить свое творчество. На выставке будет более 200 работ, созданных за минувшие два года. Гости галереи могут отметить понравившееся, проголосовав за них. Участие каждого посетителя станет вкладом в творческий процесс проекта. К слову, голосование также предоставляет право на участие в розыгрыше призов, который состоится 1 июля. Желающие еще могут успеть посетить выставку «Неизвестный Ван Гог». Мастер написал более 2000 произведений. Самые известные среди них, которые знакомы широкой публике, и рисы, подсолнухи и звездная ночь. На выставке можно увидеть как знаменитые сюжеты, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь художника. Гости картины галереи Ващенко могут познакомиться с описанием сюжетов и историй создания произведений великого Ван Гога. Гомельчане могут познакомиться с выставкой «Парк пушистых». Галерея Гаврила Ващенко – жующие, скачущие, пищащие и другие пушистые создания. Среди них обезьянки, сурикаты, енот и самые разные декоративные кролики. Кстати, если вы никогда не видели кроликов породы бабочка, то вам точно нужно посетить эту выставку. Не пропустите. Сериал «Принцесса цирка» предлагает зрителям телеканал «Беларусь-4 Гомель». В провинциальном городке большое событие – приезжает цирк. Внутри этого маленького мира кипят нешуточные страсти. За сердце виртуозной гимнастки борются два близнеца. В первом из них девушка увидела мужчину своей мечты и ответила ему взаимностью. Но вдруг работа вынуждает его согласиться на долгую командировку в другую страну. И в это время его брат-близнец решает не терять времени и выдает себя за брата. Но никто и не догадывается, что их судьбы были связаны много лет назад. Смотрите в нашем эфире в 16.45. В 18.25 телезрители ждет сериал «Оса» – особая следственная аналитика. Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого следа. Об еще одной специальной группе, которая расследует необычные преступления. Когда кажется, что преступники не оставили и намеков на улики, а традиционные следственные методы только тянут время, за дело берутся эксперты-осы. Ведь эта организация создана специально для таких случаев. В каждой серии эксперты оспутывают преступления, демонстрируя зрителям всю цепочку своих действий. В выпусках передачи «Земля» наша творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев. Работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей, школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 19.30. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность, приятно провести вечер всей семьей телекрана. К другим интересным новостям. Исследования в Facebook показали, что одна из основных причин, по которой люди не звонят близким – боязнь, что они могут быть заняты или им неудобно говорить. Новое приложение от Facebook призвано решить эту проблему. Компания предоставила приложение для голосовых звонков, которая не будет связана с приложением в самой социальной сети. Новинка призвана упростить обычные телефонные звонки. Она сформирует список контактов из телефонной книги и покажет тех абонентов, с которыми можно пообщаться. Также в приложении будут доступны и групповые звонки. Правда, пока приложение доступно только в США. А видеосервис YouTube тем временем добавил новую функцию для любителей длинных роликов. Теперь они делятся на части, которые можно смотреть отдельно, не тратя время на все видео. Для такого разделения автору видео необходимо указать временные метки в описании. В результате при просмотре появляются разделы прямо на ползунке плеера. Пользоваться новой функцией уже могут все. Как отметили разработчики, функцию добавили по многочисленным просьбам пользователей. Поэтому ожидается, что нововведение будет востребованным у блогеров. Пользователи Twitter дождались, когда разработчики введут функцию публикации отложенных постов. Она есть во всех социальных сетях и бывает очень полезной. Теперь при написании твита высвечивается календарь с предложением выбрать дату и время публикации. Правда, пока функция работает только в веб-версии. Когда ее запустят на мобильных платформах, не сообщают. Зато известно, что в Twitter появилась и возможность сохранять черновики твитов. При этом нововведением пока можно пользоваться лишь на ПК, и черновики не синхронизируются с приложением для смартфона. Разработчики Skype выпустили обновление программы для видеосвязи. Это самое крупное обновление приложения за последнее время. Теперь в Skype появится режим для видеозвонков, проводимых по схеме 3х3. Это значит, что в конференции одновременно могут участвовать до 9 человек. Еще одним нововведением станет поддержка модерируемых групп. Пользователь сможет создать группу и сделать ее администраторами сразу несколько человек. Также в обновленной версии появится настройка списков эмодзи и новые горячие клавиши. Исследователи из Австралии утверждают, что зафиксировали самую высокую в мире скорость передачи данных в интернете – более 44 терабит в секунду. На такой скорости можно загружать более тысячи фильмов менее чем за секунду. Сейчас такая скорость передачи данных не актуальна. Но предполагается, что запросы пользователей будут расти. И исследователи надеются, что их результаты позволят увидеть, как интернет-соединения могут выглядеть в будущем. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Рабочая неделя в самом разгаре, и пусть она пройдет легко, продуктивно и спокойно. Желаю вам только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова